Так, запись пошла. Четвертая серия такого оригинальной съемки. Вот я их в принципе предозначаю будущим питомниководом. Почему? Знаете, когда этот участок был прикуплен, это было картофельное поле и все, пятнадцатый год. Значит, я тут ровными рядочками садил деревья, а Сергей Междурядих, учитывая, что у нас мало земли, он посадил по двое, потом привил, потом продал, но не полностью. Вот некоторые советы пригодятся именно питомниководам. Вот смотрите, почему в нашей стране сотен, бесконечных сотен питомников, есть красивые фотографии из интернета, нет ни, как правило, ни одной своей фотографии, ни одной фамилии, кто это произвел. Ведь посмотрите, на фотографиях шедевры невиданной красоты, огромные плоды. Вот даже от внешнего вида текут слюни. Кажется, этого не может быть. Где Нобелевский комитет? И таких, по ком платит Нобелевский комитет, сотни плодопитомников. Сотни. И ни одного одной фотографии сделаны в их саду. Ну, начинаем. Вот будет у меня пять вебинар, он будет в следующий понедельник. Это будет, кажется, 25-е. Если понедельник 25-го, то 25-го. Вот, я там опять покажу, как это. Где-то обмавливается примерно так. Но мы еще и чужие продаем, но каждый раз, когда к нам поступают саженцы, не наши, а другие, мы вызываем санитарный надзор и тщательным образом все проверяется. И ни разу, и так уже несколько питомников делают. Я покажу, покажу. Вот. И ни разу, нигде, никто никогда не сказал, а откуда саженцы? А причем тут санитарный надзор, который якобы должен проверить на наличие болезни, так, если они приехали с Молдавии, если приехали с это, с Польши, с Испании, Италии. Причем тут это? Все сдохнет вместе. Останется только справка, что они здоровые. Вот и вся история. И главная причина, почему это не случается, объясняю. Нужен иметь маточный сад. Маточный сад занимает огромные площади. Так. Маточный сад это выращивание семечек, косточек на подвой. Это много лет ждать перо урожая, это сеянцы. Вот. Маточный сад это привитые деревья, которые дают вот такие вот веточки. Помните, я третью серию закончил, стоя вот тут. Вот они, да. Вот. Вот. И заметьте, почему так густо у меня? Вот они, смотрите. Красавцы, прекрасные, пойдут и Сергею на это самое, попривать груши на уссурийские. И вам пригодятся. Вы же у меня выписали тысячу семечек диких уссурийских груш. А у них совместимость, видите какая. И вот откуда берутся ветки. Теперь отсюда. Ну скажите, почему так густо? А что делать? А что делать? Отрежем ветки в какой-то степени, затормозим рост. Они опять вырастут, смотрите. Видите? Вот же отрезал. Смотрите внимательно. Вот отрезал, они опять выросли. Но с каждым годом просто будет все меньше. Проходит несколько лет. И давайте я познакомлю. Кстати, там вот они, видите? Вот, что здесь написано. Космическая груша. И давайте я вас познакомлю сейчас с их мамой. Вот взрослая космическая груша. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот она, красавица. Причем она была такой мощной. Но срезают с нее саженцы с десятками. А лет за пять, за шесть, которые прошли. Вот видите, вот эти вот в пятнадцатом году посажены. Вот эти вот абрикосы. Самые старшие. И вон еще. А те есть семечек в пятнадцатом году. Вот. Потому что куплены сейчас их пятнадцатом. А вот эта посажена была в шестнадцатом. И она успела. Ой, какое чудо. Хотите, я вас подразнил. Как я люблю отвлекаться? Видели? Потом зададите вопрос, почему я про них не рассказываю. Так. И так вот она. И так случилась горькая горечь. Все, что выше, пропало. Несколько лет брал шеренки. И эта ветка погибла. За ней следующая ветка, на которой уступаете. Видите, что натворили мои эти отрезания, отрезания, отрезания. Вот. И следующая за ней самая крупная ветка. Теперь живая вот эта. Вот она, видите? Еще раз. Вот она. И на ней, ну, десять веточек. Вот. Еще я срежу. И, наверное, внимание, смотрим ниже. Кажется, ей конец. Итак, срок жизни у нее оказался. Ну, допустим, однолетнюю. А может, на месте привил, не помню. Может, однолетний саженец привитый посадил. В шестнадцатый годах. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 двадцать и двадцать. И так уже она себя окупила. Но через несколько лет она умрет. Вот. Еще чуть-чуть покормит меня. Потом она пойдет на пенсию. С каждым годом вот эти веточки становятся все короче. Видите? Вот где краска. Краска. Это там у меня пенечек. Вот он, пенечек. Вот он. Там, где краска. И уже прирост еще годится. Еще годится. Но уже и вон там. Вон пенечек синенький. Это масляная краска. И на этом все. Наверное, и все. То есть, больше она представляет интерес, как маточное дерево для получения членков. Она уже не будет. Потом я оставляю в свободное плавание. Сколько она продержится, давая уже просто плоды. Не знаю. Ветеранову я стараюсь не выпиливать. Хотя место занимает. Ой, здорово. Вот так вот. Ну, еще показать грушу. Смотрите, что делается. Вот то же самое. Горько, ребята. Горько, горько. Когда мы отрезаем ветки, гробим дерево, потому что оно маточное. Вот свечу оно мне даст. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Десяток веток. Сколько еще продержится? Посмотрите, какой низ уже страшный. Я не знаю. Посмотрим. Вот. И, кстати, чтобы меня не упрекали, дело в том, что вот это чистый пень. Вот вы скажете, железов противник, обрезки на кольцо. Железов матом кроет тех, кто отрезает на кольцо. А сам отрезал на кольцо. Так вот, это дерево, этот кусок, он абсолютно мертвый. Он давно мертвый. Я просто отпилил. Боковой ветки. Оставив его, сам вот этот, как кол, для того, чтобы к нему подвязывать деревья. Поняли, да? То есть вот это дерево, вот эта ветка была к нему подвязана. Видите? Вот она уже выпрямилась. Вот. И заменила вот эту мертвую. А здесь у меня та же самая история, как и здесь. Вот это деревья-инвалиды с коротким веком. А это маточники. Вот так вот. Закончить на этом или еще поискать грушу. Сейчас соображу. Сейчас соображу. Там есть дальше зимние, но я вам показывал. Плоды показывал. Повторяться неудобно как-то. как-то неудобно. В общем, маточник это особая категория деревьев с коротким веком. Вечно искалеченные. Вот. Наверное, тогда мы про них и закончим. Это будет серия номер 4. Еще раз. Садить маточник. А, нет. Еще чуть-чуть. Садить маточник. Вот как здесь. Надо вот так. Через 3-4 года, если они сами не погибнут от бесконечного отрезания, когда я отрезаю, я оставляю вот столько. Еще раз. Вот, допустим, дерево. Вот столько оставляю, остальное отрезаю. Столько это на развитие. В следующий год каждая из них также расстроится в среднем и даст каждой 3 ветки. Она станет гуще. Вот. Вот как здесь. Ветки будут все короче и короче. Вот. И если вы ценнейший совет из ценнейших, умный совет из умнейших, повторяю, в который раз обращайтесь в плодопитомник, пусть покажут плодосящие деревья. Не вот эти картинки, часть из них нарисована из интернета. Вот я в этот самый понедельник 25-го числа покажу еще несколько плодопитомников, которые украли еще которые украли мои фотографии. А своих нет и быть не может. Все крупнейшие плодопитомники стали перекупщиками южных саженцев. Они иначе не выживут. Они продают их чаще всего по цене бутылки водки в среднем. Лишь бы только продать. Ну вот теперь наверное я и заканчиваю. Привет охрана. Ну как гавкни. Ладно. Самое главное пугать вид у тебя для того подходящий. Вот. Наверное я закончу этот разговор. Пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова